Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог «Обычные домашние дела и поход в магазин». Значит, в начале видеоролика «Сафарик снимает Олю, как та занимается сменой постельного белья». И я так вот посмотрела, да, когда она там заправляла пододеяльник, одеяло пододеяльник, и подумала, интересно, а Уралочка после покупки, вернее, какой покупки, когда ей присылают халяву, да, Василёк, она что, бельё не стирает? Сразу-таки достала и напялила, что ли? Я думаю, вряд ли она стирает, ребят. Там видно было, что вот прям навёхонькое, навёхонькое. И зачем стирать? Для Уралочки, видимо, если купила, то не нуждается в стирке, потому что новое. Дальше она рассказывает, что, ой, вчера и позавчера они снимали, и в гости ходили. Потом она достала, насколько я поняла, из морозильной камеры замороженные уже блины и складывает их по пакетам. Это отчитывается, что не съели, да, не съели. Опять же рассказывает, что Абдугани не понравился изюм, там, где творог в блинах. Естественно, набодяжила творог с сырыми яйцами, и кому это будет нравиться. Да, и изюм не все любят. Дальше Сафарик на показуху принёс с балкона курицу, фарш. На балкон не водили, да, не водили. Есть что скрывать. Точно так же, как и с весом. Помните, Уралочка сказала, что мне нечего скрывать, я вешу 155 килограмм. А когда попросили встать на весы, она сказала, что ничего никому доказывать не будет. Странная-таки женщина. Так и здесь, видимо, есть что скрывать, раз на балкон опять не водили, хотя при этом столько постоянно вопросов. Показали даже, что курица ещё есть, которую перед Новым годом купили. И фарш. И Уралочка также заявила про пельмени. Мы, говорит, всего лишь 500 штук налепили. Кто-то там сказал тысячу. А чё не сказала, кто сказал, Уралочка? Да, только ты сама уже запуталась, что ты и когда лепила. А я это рассказывала в своём обзоре про тысячу пельменей за два месяца. Да, в два захода. Но Уралочка у нас, наверное, разучилась считать или уже так запуталась, что не знает, что и когда делала, говорила и снимала. Ну, как обычно. Говорит, вот, некоторые говорят, что я так много блинов приготовила. Ну, когда так просто жаришь, то, конечно же, хорошо, когда свежие. Ну, а когда с начинкой, ребят, у неё там эта морозилка битком забита постоянно. Неужели ей нравится постоянно скупать жрачку впрок? Или у неё какой-то такой страх внутри присутствует, что в один прекрасный день она может остаться без еды? Ну, наверное, скорее всего так. Я не знаю, как можно забивать битком в морозилку. Причём, что и дома морозильная камера, и на балконе, и всё битком набито. Ну, в принципе, я по поводу балкона не знаю. Туда не пускают и ничего не показывают, да? Там какая-то тайна у них. А ещё Уралочка показала свою тепличку. Да, что там перцы наконец-то взошли. Говорит, вчера поставили, там свет включили в тепличке, и уже взошли перчики, которые они сеяли из перца. Дальше в магазин. Видимо, еда закончилась, что нужно в магазин. Походили, поснимали, поснимали посуду. Всякие принадлежности для дачи, да. Сафарик там показал, я не знаю, какую-то посуду. Тоже, видимо, для приготовления на костре. Сказал, что это надо. Да, ему надо. Также пощупали шампуры, потому что им тоже они нужны. Так как на даче старенькие. Но Уралочка всё поглядывает на дешёвенькое. А сафарик поглядывает на дорогое, да. Дальше поснимали посуду, тарелки всякие. Потом ещё бутли для полива, для бани. Дальше в разделе для животных или в магазине для животных купили наполнитель и, наконец-таки, совочек. Представляете, Уралка даже не знала, что существует совочек, да, для лоточков, чтобы порядок был. И я понимаю, почему там в лотке такое безобразие у Дуни было. Говорит, в комментариях написали. Уралочка, ты комментарии не читаешь. Так что не трынди про совочек в комментариях. Дальше попёрлись в продуктовый магазин. Уралочка нагребла до мандаринок. Купила аж три граната. Вернее, ещё не купила, а упаковала в пакет. И говорит, у нас гранаты никто не ест. Только Уралочка, себе любимой, аж три штуки, представляете. Анна Абдугани постоянно кричала, что на бананах он растёт в весе, да. Чего только они в магазине не накупили. Такое чувство, что пять лет они там не были. Хотя ходят, слушайте, чуть ли не через день, да. Но закупка на двоих и ребёнка, ну ладно, на троих, это, естественно, перебор. Что-то я там услышала, когда Уралочка брала сметану, кефир, молоко, что собралась окрошку делать зимой. Видимо, уже достала всё. Всё одно и то же готовит, всё одно и то же снимает. Поэтому решила разнообразить, да, и приготовить окрошку. Да и рыбке сухой Уралочке захотелось. Как она сказала, оскомку сбить, да, сбить оскомку. Два йогурта купила разных сырочков. Интересно, будет тоже делить с Абдугани или отдаст всё? Обычно у них делёжка, да, кому сколько йогуртов, кому сколько сырков. Что ещё они там понабирали? А, кекс апельсиновый какой-то в упаковке, сладкий. Уралочка, а как же блины? Как же блины? Ведь столько блинов напекла или опять невкусные, поэтому отправились в морозильную камеру. Опять, видимо, никто не оценил. Магазинное всё-таки вкуснее. Пошли в магазин за сахарком да за яйцами, а набрали две огромные торбы. Ну, в принципе, что здесь удивляться? Ребят, что хочу сказать относительно видеоролика. Вчера, конечно же, они трешняк устроили, а здесь решили такой спокойный видос выложить для того, чтобы успокоить хомяков. Вчера-то писали невидомо что, да? Уралочка вчера довела, слушайте, до истерики всех. А сегодня решила, чтобы опять писали добрые, тёплые комментарии. Так и есть, да? Всё продумано. И что у хомяков, что у уралочки из крайности в крайность. Поэтому что здесь удивляться? Ну, я почему-то думала, что нам ещё и распаковку покажут. Потому что почему-то мне кажется, что гораздо больше всего купили, чем показали. Но нет, но нет. Решили видеоролик закончить прямо-таки на выходе из магазина. Да, на улице. И попрощаться со своими зрителями. Сегодня как-то скучновато было, правда, ребят? Совсем неинтересно. Уралочка, давай-ка лучше рекламу. Давай-ка чё-нибудь пропиарить. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев. Жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения. Позитивных эмоций. Мирного неба над головой. Любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.